Добрый день! В эфире телеканал НТС Новости в студии Елена Яковлева. На фоне ряда мероприятий, которые проходят по всему миру в этом году и, конечно же, в нашей республике, посетить место, где он был похоронен – не просто ритуал. В церемонии участвовали прежде всего родные и близкие Чингаза Айтматова, его друзья, а также первые лица государства – президент, глава правительства и Турагач Гуркукинеша. После возложения цветов была прочитана молитва. Кроме, собравшиеся посетили также памятник жертвам политических репрессий 1937-38 годов, монумент памяти погибшим в ходе трагических событий 1916 года и мемориал памяти погибших в Апрельской народной революции 2010 года. Восемь пакетов с аккуратно сложенными в пачке долларами США. Почти в каждом из них лежало по 100 тысяч в американской валюте. И изъяты они из банковской ячейки одного из коммерческих банков. О том, как изымали незадекларированные средства бывшего и теперь уже арестованного вице-премьера Душенбека Зелалиева, ГКНБ официально опубликовало видео. Происходило это еще в августе, и после сбора всей информации на задержанного сотрудниками спецслужб, материалы стали доступны всей общественности. Напомним, бывшего чиновника подозревают в незаконном обогащении. Обвинения ему уже предъявлены, Первомайский суд избрал меру пресечения, заключения в СИЗО на два месяца. Так, напомним, следствие заявляет, что на фоне официально представленных в его декларациях доходах в сумме в 2,5 млн сомов за 5 лет, у Зелалиева обнаружены указанные 889 900 долларов, а также многочисленная дорогостоящая недвижимость с неустановленным источником происхождения. Большинство из этих активов зарегистрировано на его родственников и аффилированных с ним лиц. Вместо казны в собственный карман. Спецслужбы задержали помощника судьи Октябрьского райсуда Дюйшена Алмаз-Уулу. Он и несколько других сотрудников суда имеют отношение к ранее выявленной схеме с уничтожением административных протоколов за вождение в нетрезвом состоянии, указывает в ГКНБ. Установлено, что именно в этой судебной инстанции избавились от 1395 таких материалов. В ГКНБ напомнили, что слушания судьями Октябрьского суда по факту не проводились, а деньги от штрафов работниками суда присваивались. Однако до сих пор, как отмечают спецслужбы, никто из них не понес наказание. Кроме того, в этой коррупционной схеме участвовали некоторые сотрудники ОБДД столицы. Они возвращали правонарушителям авто со штрафстоянок до принятия судебного решения. Трагичный случай произошел в селе Новопавловка. Накануне там убили молодого отца семейства. Его зарезал сосед. В милиции рассказали, что преступление произошло вечером. Сообщение об убийстве к ним поступило в полседьмого. По приезду на место сотрудники обнаружили тело мужчины со смертельными ранами в области груди и живота. На него напал пьяный сосед. Мужчину задержали по горячим следам. По данным следователей, погибший пытался успокоить скандалищих супругов в соседней квартире. Мужчина был пьяный, они громко ругались с женой. А у погибшего супруга был грудной ребенок, из-за чего он решил попросить соседей не кричать, но нарвался на агрессию. Через несколько минут подозреваемый сам стал стучаться и попросил соседа выйти. А когда мужчина открыл дверь, нанес ему ножевые ранения. На павший во дворе он в СИЗО возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Одно и то же лекарство должно быть по одной цене. В Кыргызстане с начала следующего года введут государственное регулирование цен на медицинские препараты. Об этом сегодня сообщил глава Фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев. Ряд депутатов высказали критику по поводу ситуации на лекарственном рынке, где наблюдается полная анархия в вопросе цены регулирования. Когда разница в соседних аптеках может составлять более сотни сомов на одно и то же лекарство. По словам Калиева, ранее контролировать этот вопрос Минздрав был неуполномочен. Но на сегодня соответствующий закон принят. И с 2019 года ФОМС будет ответственен за этот процесс. Новый мэр, новая структура мэрии. Ее утвердил Бишкекский городской Кенеж. Теперь в ней будет центральный аппарат, 19 структурных подразделений, 4 муниципальных администрации по административным районам, 22 МТУ, 4 районных управления социального развития, 4 районных центра образования и 17 хозяйствующих субъектов. Среди вновь появившихся департамент экономики и инвестиций, департамент градостроительства и архитектуры, управление внутреннего аудита, муниципальные предприятия, такие как Бишкек-реклама, городские парки и бишкекские парковки и стоянки. На этом у нас пока все. Смотрите наши следующие выпуски новостей. Я же с вами прощаюсь. До свидания.